Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня у нас будет очень интересное для меня видео, распаковка моего долгожданного аромата. Я очень долго о нем мечтала, прожужжала все уши вам о нем. И так как сегодня у нас 1 декабря, первый день зимы, я решила, что пора уже начать делать себе подарочки. И отчасти этот аромат, это будет один из главных подарков мне, самой себе, в общем, на Новый год. Возможно, конечно, что-то еще буду приобретать, но это один из основных, потому что вообще я планирую встречать Новый год в этом аромате. Там, конечно, как пойдет уже, как будет настроение. Новогодние подборки у нас будут в этом месяце, будет много таких роликов. Но я думаю, что это будет один из претендентов на встречу Нового года. И я думаю, что многие уже догадались о каком аромате я говорю. В общем, давайте не буду затягивать это видео, приступим с вами к распаковке. Это у меня заказ магазина Золотое яблоко. Его я купила, этот аромат, чуть раньше, когда была распродажа в Золотом яблоке. Пока ко мне аромат доехал, еще немного посылка ждала. И представляете, как мне стоило, чего мне стоило ждать, а не распаковывать этот аромат. В общем, давайте приступим. Такая красивая зеленая упаковка. Я сейчас только сняла пакет, потому что на пакете были данные, адрес. Ну, думаю, это ненужная информация. Поэтому давайте распаковываем. И здесь вот что. Во-первых, здесь у нас накладная и пробничек в подарок. Мы сейчас с вами тоже посмотрим, что здесь за подарочек. И тут уже сам аромат. Так, давайте его достанем. И, наверное, коробочку я не буду убирать. Оставлю ее здесь для красоты, потому что она такая зелененькая, симпатичненькая. Вот. И, кстати, Шанель это не подсказка. Это не Шанель. Потому что здесь у меня стоит коробочка. Так, давайте распакуем. Убираем. Все такое яркое, зеленое. И да, вы угадали. Это аромат от Dior. Это Dior Addict. Парфюмерная вода. У меня совсем небольшой объемчик. Здесь 30 мл. Я так думаю, что мне вполне этого хватит. Потому что аромат, на мой взгляд, действительно для определенного случая. Я не сказала бы, что этот аромат на каждый день. Но если на прохладное время года, то возможно. Хотя, в принципе, я знаю людей, которые носят этот аромат. И вообще это является их парфюмерным. Я на повседневную носку имею в виду. Но я хочу, чтобы для меня это был аромат праздник. И, наверное, даже, скорее всего, я буду использовать именно его на Новый год. На такие зимние праздники. Я думаю, что мне, в принципе, этого ароматика хватит надолго. Так, кому интересно, здесь вот вся информация. Вот так. Все упаковано. Здесь вот так же вот вся информация. Так. И давайте, наверное, может посмотрим подарок. И потом уже распакуем. Так, у меня вот здесь вот такой вот пробничек. Я уже вижу, что там. Это аромат от Calvin Klein. Этернити. Я, кстати, на него давно смотрела. Но, по-моему, не пробовала. Так, сейчас распакуем. Главное, ничего не уронить тут. Так. Так. Получается полностью открыть. Вот такой вот. Так, это у нас версия All Fresh. Мы тоже его протестируем. Так, пока поставим сюда. Так. Ну, давайте приступим к распаковке. Мне уже не терпится. Потому что композиция, как я им сказала, очень для меня долгожданная. И, конечно, хочется быстрее уже все распаковать. Так. Будем распаковывать аккуратненько. И, кстати, знаете, что касается цен. Возможно, сейчас это связано с тем, что в доме Dior поменялся парфюмер главный на Фрэнсиса Курджана. И я боюсь, очень боюсь, что сейчас начнут менять формулы ароматов. Либо какие-то ароматы будут выводить. Поэтому я решила приобрести себе этот аромат. Но, опять же, повторюсь, взяла 30-ки. Потому что думаю, что мне, в принципе, будет достаточно такого объема. Но, если недостаточно, то я потом просто приобрету себе еще. Но я, в принципе, думаю, достаточно. Такая вот красота. Такая вот малышечка. Такая немного вот кольцевая лампа у меня отсвечивается. Прям очень сильно. Даже не немного. Такая вот малышечка. Здесь у нас также все познавательные знаки. Такой он миленький, такой маленький. Те уже поняли, что это у меня версия 2014 года. Давайте, наверное, нанесу на кожу его. Какая это красота, девчонки. Это просто неописуемо. Какой же шикарный аромат. Если я не ошибаюсь, здесь пирамида совсем небольшая. Здесь у нас цветок апельсина, жасмин, самбак, по-моему. Бурбонская ваниль. В принципе, нот очень мало. На старте это цитрусовые в основном ноты. Далее это жасмин и ваниль. Но насколько же он красиво звучит. Это действительно очень красивая, приятная ваниль. Это не гурманская ваниль, несъедобная. Но такая действительно обволакивающая, красивая. Плюс эти цитрусовые аспекты. Не считая того, что цитрус, в принципе, на старте. Здесь много таких. По-моему, два компонента идет именно цитруса. Мандарин, по-моему, и цветок апельсина, если я не ошибаюсь. И при этом я бы не сказала, что композиция прям цитрусовая. Но, возможно, вот эти вот аспекты цитрусовые дают ощущение немного воздушности аромата. То есть не дает ваниль быть такой плотной, насыщенной, тягучей. Вот это, конечно, красота. Но могу отметить одно. Не считая даже того, что это уже переформулированный аромат 2014 года. Более обновленный. Тем не менее, в нем присутствует. Мне кажется, такая вот немного старая шкость, можно так сказать. Потому что, когда я первый раз нанесла на себя его, мне, кстати, Иришка прислала отливантик. Иришка, тебе огромное спасибо. Это была уже окончательная точка для того, чтобы я поняла, что мне нужен этот аромат. И что могу сказать, что муж, когда на меня услышал первый раз этот аромат, он сразу сказал, что ощущается немного ретро-налет. Вот это он слышал. То есть такая ощущается классическая старая школа. Это здесь есть. И, кстати, также комментарии мне поступали от моих зрителей, что девушка написала также, что очень хотела этот аромат, купила. Но получила такие не очень приятные эти комплименты. И в чем-то она говорит, с чем-то я даже согласна. И поэтому как-то стоит, говорит, не пользуюсь. Поэтому я могу сказать одно, что действительно этот аромат не на каждый день. Он не для всех. То есть ни в коем случае не советую покупать его вслепую. Я, кстати, очень долго пыталась к нему подойти. Мне он, в принципе, нравился внешне, всегда меня притягивало. Но все-таки меня что-то останавливало от покупки. Я понимала, что я, знаете, вроде как не доросла до этого аромата. Сейчас я понимаю, что я до него доросла. Ну, это, конечно, не в прямом смысле, а вот именно как-то в плане парфюмерного. Мне захотелось им пользоваться. Но, опять же, я придерживаюсь такого мнения, что это не та композиция, которую можно просто нанести и пойти гулять на каждый день, на работу. Возможно, нет. Потому что он такой насыщенный. Если вы работаете в офисе, то он может поддушить ваших коллег. Я думаю, что им будет не очень приятно находиться целый день в таком вот именно... Но, опять же, знаете, я не скажу, что он прям очень шлейфовый. Он, наверное, больше сидит как коконом, по крайней мере, на мне. Он у меня приятно так обволакивается. Сдает такой приятный кокон. Мне это в нем очень нравится. То есть не скажу, что он прям шлейфит, надоедает, такой навязчивый. Нет. Он действительно то как-то пропадает на мне, то опять появляется. И такой приятный, такой вуалькой ванили. Но стойкость у него хорошая. Вот он сидит коконом на вас, но стойкость очень такая хорошая. Я бы сказала, даже части запредельные. Но комфортные, приятные, мне нравятся. Поэтому я довольна своей покупкой. Очень. Я прям очень его хотела. И он у меня появился. Чему я очень-очень рада. Пишите мне, кстати, в комментариях, как вы к нему относитесь. Какое у вас отношение к нему. Есть ли он у вас в коллекции. Если вы давно на него засматривались, то я вам очень советую к нему присмотреться. И, возможно, даже быстрее его купить. Потому что вот сейчас какие-то такие перемены идут в Диор. И на многих сайтах просто ароматы пропадают. Потому что, видимо, вот политика бренда меняется. И непонятно, что будет дальше. То есть вот такое какое-то переходное состояние. Но, в принципе, сейчас везде у нас это состояние такое непонятное. И вот в доме Диора оно очень прослеживается. Вот. Давайте теперь, наверное, перейдем к вот этому пробничку. И посмотрим с вами, что это за аромат. Что касается пирамид, здесь, наверное, не указано пирамиды. Я, в принципе, его не знаю. Что здесь у нас 1,2 мл. В принципе, хороший такой объемчик. Знаете, для пробничка прям отлично. Так. Сейчас нанесу его. Ммм, какой приятный. Кстати, вот сейчас при затесте я очень ярко ощущаю грушу. И далее проявляется пиончик и роза. То есть цитрусовые ноты здесь, возможно, тоже есть. Но в основном для меня вот на старте прям была груша такая сочная, я бы сказала. А потом проявляются нотки пиона. Прям такой цветочный, воздушный, пионовый. Именно вот эта версия фреш. Потому что я помню, что, по-моему, у них много версий вот этого аромата. Еще видела какое-то такое, по-моему, то ли в красном, то ли в черном флаконе. Девчонки очень советовали, говорили, что он пахнет намного дороже своей стоимости. Но это такой, знаете, весенний аромат. Пиончик, розочка, груша. Немного цитрусов. Такой воздушный, девичий, приятный очень. В принципе, неплохо. У меня никогда его не было в коллекции. Также не было пробничка, поэтому разношу. Знаю, что прям вау-эффект от этого аромата, конечно, нет. Но такой очень, я думаю, повседневный, красивый. Многим он понравится, потому что не все любят такие ароматы, как, к примеру, дионы насыщенности, яркости и ванильности. Это, думаю, многим придет по душе. Поэтому вот. Такая вот у меня покупка. Вот такое у меня сегодня настроение. Уже ощущается предновогодняя такая эйфория. Вот такой вот у меня подарочек. Я, кстати, думала изначально, когда я его заказала, что вообще не буду распаковывать. Поставлю его под елочку. Спакую его только в новогоднюю ночь. Потом поняла, что я не смогу, потому что мне хочется его показывать в подборках различных новогодних. И поэтому все-таки нет, не удержалась. Я, возможно, какой-то другой себе аромат такой приобрету, который мне понравится в этом месте. Потому что я уже не зарекаюсь. Я сначала говорю, что не буду ничего покупать, потом опять покупаю. Но, тем не менее, этим я уже буду, наверное, по чуть-чуть пользоваться. Хотя, наверное, пользоваться сильно не буду, чтобы не сбить такое новогоднее настроение, чтобы у меня он был именно в новогоднюю ночь. И, кстати, кто читает мои посты в Инстаграм, знает, что сейчас я уже прихожу к тому, что я сейчас начинаю покупать ароматы именно с виш-листа. То есть, подходить более обдуманно к покупкам. Мне это очень нравится. У меня там есть прям пост в Инстаграм, где я написала, что я хочу. И там я прям постоянно все это контролирую. Что-то добавляю, что-то убираю. В общем, вот такая вот своего рода игра. Поэтому, если не подписаны на мой Инстаграм, то обязательно подписывайтесь и следите за развитием событий. Что у меня там будет, что я за этот год приобрету. В чем я что-то поменяю, свое мнение, какие там новиночки у меня появляются. В общем, там все выходит гораздо быстрее. Я уже заканчиваю данное видео. Огромное спасибо за внимание. Прекрасного вам предновогоднего настроения. Приятных новогодних покупок. И пусть у вас все будет прекрасно, чудесно. В общем, всех вас очень люблю. Шикарнейшего вам настроения, любви. Чтобы вас окружали только любящие люди, которые любят вас, которые заботятся о вас. И всего вам самого доброго, крепкого здоровья. И встретимся с вами совсем-совсем скоро. И пока-пока. Пока-пока.